Село Кулясово, которое входит в границы райцентра, стоит у самого леса. С недавних пор из места отдыха и сбора грибов он превратился в источник опасности. Уся на усаде был. 18 собак, 5 коз. Момент. На ваших глазах? Да. 5 штук. Угрохали. Подобных случаев множество. Один из тех, кто лишился скотины, Александр Шалябин. Коз на ночь оставляли. Забыли, старались завести. Ночью сгрызли. Утром пришли, козы нет уже. Раньше бездомные собаки никого не беспокоили, но в последнее время их становится все больше. Живут в лесу, питаются на свалке, куда привозят отходы с мясокомбината. В окрестностях Кулясово появляются все чаще и чаще. Вот на данном случае был, собаки со свалки приходили, мужика одного загрызли, козу. Вот. Насмерть? Насмерть прям. Горло перегрызли. Очевидцы утверждают, что почувствовавшие вкус крови дворняги набрасываются уже и на телят. Многие сельчане теперь опасаются за свое здоровье. С работы спускаться. В 6 часов утра. Тоже боюсь. Но это ведь беспредел какой-то пошел этим собакам. Собственными силами невооруженные сельчане справиться с издичавшими животными не могут. Что собирается предпринимать администрация отяжского городского поселения и собирается ли, нам не сказали. Начальника на месте нет и сегодня не будет. Остальные не в курсе. Но в разговоре без камеры сообщили, что ни одной жалобы от жителей Кулясово здесь не видели. Глава поселения Александр Чераев уехал якобы в Саранск во время обеденного перерыва, даже не закрыв кабинет. А что касается обращений, то никто из жителей Кулясово, с которыми мы разговаривали, действительно никуда не жаловался. Чего же все ждут? Неужели первой человеческой крови? Николай Кучканов, Александр Мажанов. Вести Мордовия. Отяжевский район.